Приветствую искатели, на связи Сергей Трошин. В преддверии выборов 2018 года нам постоянно пиарят Грудинина. Собчак и Навальный веселят нас своими выступлениями, хотя поставят президентом всё равно Путина. Но есть одна загвоздка. Говорят, царь, не настоящий. Есть много вопросов касательно внешности и личности господина Путина. Почему никто никогда не видел подписи президента? Почему его внешность кардинально менялась до так, что форма черепа, посадка глаз, губы, подбородок, уши и многое другое изменялось неоднократно и без операции? Специалисты говорят, что это совершенно разные люди. Пару лет назад был даже крупный скандал, раздутый в международных СМИ. Об этом писали многочисленные газеты, отечественные и зарубежные. Было снято немало репортажей, и Путина даже стали называть мистер Ботекс. И говорили, что на инаугурации у него Ботекс из глаз потёк. Остаётся только один вопрос. Кто из десяти Путиных пойдёт на инаугурацию в 2018 году? И куда делся настоящий президент? Может он прячется от любопытных глаз? И его везде подменяют дублёры? Почему жена товарища Путина ещё в начале 2000-х призналась, что её мужа убили, подсунули двойника и под страхом смерти запретили ей раскрывать рот? Обо всём этом сегодня в выпуске. Конечно, двойники правителей были всегда. Вспомним хотя бы товарища Сталина. У него было как минимум три двойника. А вот у товарища Ленина их было гораздо больше. Интересно, а кто же из них лежит в мавзолее? А вот ситуация с Николаем Вторым гораздо интереснее. Вы, наверное, слышали, что его расстреляли вместе со всей семьёй. Но самое интересное, что в то же время нам многие источники и даже авторитетные личности утверждают, что Николай Второй и вся его семья живы. Как нам рассказывают эти источники, Николай Второй имел множество двойников, не только себя, но и всей своей семьи, включая детей. И расстреляли как раз именно двойников. Конечно, сейчас нам РПЦ говорит, что ребята, это же святой, вся его семья святые, потому что не так давно их канонизировали. Но тем не менее вскрыли могилу и банально провели ДНК-экспертизу. Выяснилось, что между собой все эти лица, захороненные, не являются родственниками. И ни у одного из них ДНК не соответствует Николаю Второму. А достоверно известно, что Николай Второй, путешествуя по миру, в Японии получил шашкой от японского городового. И, соответственно, его кровь хранится до сих пор то ли в музее, то ли ещё где-то. А помните, ещё ситуация была с Петром Первым. Говорят, что его тоже подменили, когда тот путешествовал по Европе. И очень всё сходится. Был царь, который очень любил свою страну. Сам строил своими руками корабли. И после поездки за рубеж вдруг стал забывать родной язык, перестал на нём говорить вовсе, стал ненавидеть всё русское и стал любить всё европейское. И свою жену сразу же отправил в женский монастырь. Стал бояром бороды рубить и так далее и тому подобное. Всё это вы и так прекрасно знаете. Но давайте вернёмся к Путину. В принципе, иметь двойника с точки зрения безопасности – это правильно. Например, когда мы хотим защитить президента, и чтобы не было понятно, в какой из машин-кортежей едет глава государства. Но вот подменять должностное лицо – это уже преступление. Согласитесь? Просто ставить какого-то актёра и выдавать его за президента. Договора заключать от его имени. Ядерный чемоданчик тоже ему дают. Вообще, когда я впервые услышал о двойниках Ельцина, Бориса Николаевича и Владимира Владимировича Путина, мне показалось это сплошным бредом, признаюсь вам честно. Потому что услышал я это от товарища Пиуновой, который, ну, не очень, так скажем, хорошо расположен. Поглядев фотографии, которые приводит она, товарищ Мухин, который, кстати, написал целую книгу про двойников Ельцина и о том, что Ельцина убили, дескать, в 96-м году. А тот человек, который говорил «Я устал, я ухожу», ну, это, говорят, уже был актёр. Про двойников Ельцина я сегодня вам рассказывать не буду, вы можете сами это прекрасно изучить, просто забейте на ютюбе очень много информации по этому поводу. А вот если рассмотреть, как развивалась карьера товарища Путина, то становится видно, что, вероятнее всего, его готовили на высокий пост заранее. Начинал как простой офицер КГБ, отправили служить в Германию, защищать посольство. Помните, наверное, известный случай, как он защищал посольство? Практически в одиночку с 12 патронами. Потом становится помощником Собчака и видным чиновником в Питере. По сути, правой рукой мэра. И в отъезде Собчака он становился главой такого крупного города. Потом его назначают и директором ФСБ, а уже в августе 99-го года Борис Николаевич на телевидении заявляет, что видит товарища Путина лучшего кандидата на пост президента. Кто не помнит, в начале 2000-го года были выборы президента Российской Федерации. Но в биографии товарища Путина есть еще одна интересная штука. Ссылочку оставлю вам в описании. Вот эта женщина, ее зовут Вера Путина. Сейчас она живет в Грузии. И вот в этом видео здесь рассказывается о том, что, дескать, Вова Путин – это ее сын, которого ей пришлось отдать кому-то из родственников, и потом уже вырастили его как собственного сына. И здесь даже говорится о том, что он вначале не владел русским языком, по всей видимости, только грузинским. И люди даже, вот здесь местные учителя в школе, вот этот мужчина, они здесь утверждают, что Вова Путин действительно вроде бы как здесь учился, об этом ходят слухи, но почему-то документы пропали, и те учителя, которые здесь вроде бы при нем преподавали, их здесь тоже нет. Вы можете сами здесь все посмотреть, весьма и весьма интересно. Ну согласитесь, Так, где тут фотка? Сходство действительно есть. Так что информация не лишена смысла. Хотя, возможно, и фамилии-то у них одинаков. Ладно было просто сказать, что это мать одного из двойников товарища Путина. Но вот есть еще один замечательный фильм, который нам поможет в нашем исследовании. Прежде чем мы перейдем к фотографиям и статьям, я хочу показать вам вот этот фильм. Он есть на ютюбе, ссылку оставлю в описании. Это название называется «Неизвестный Путин». Полная версия. То есть практически целый час о том, как он выступает, встречается со своей матерью. Это еще тот самый Путин, лицо которого мы уже забыли. Согласитесь, вот если бы вам сейчас сказали, что это Путин, но не особо похож на того человека, которого мы видим все время с экраном телевизора. Ну, посмотрите о том, как он говорит, какая у него манера речи и так далее. Есть также много слухов, сведений и даже целых статей и заявлений о том, что, дескать, товарища Путина либо убили, либо он умер от рака позвоночника. Давайте тоже немножко об этом поговорим. Те, кто знаком с концепцией общественной безопасности и со многими другими более-менее адекватными течениями, знают, что когда Путин пришел на президентский пост, один из первых вопросов, который он поднимал в начале 2000-х, это была национализация Центрального банка, то есть и национализация рубля, соответственно. И после чего на него было совершено несколько покушений. И тут сразу встает вопрос, если его потом все-таки подменили, как нам говорят, так может быть покушение удалить и нашего президента на самом деле убили, а теперь от его лица выступает некое другое лицо или какой-то актер, мы не можем исключать и такую версию. А вот здесь есть статья от бывшей жены президента Путина. Она утверждает, что теперь боится за свою жизнь и жизнь детей. Бывшая жена президента России Людмила Путина заявила о его убийстве. Об этом она сказала в интервью одному из самых влиятельных изданий Германии. Пишет Политека, передает BZNS.media «Моего мужа, к сожалению, уже давно нет живых. Я вынуждена признаться в этом публично, потому что не могу больше видеть, что творится от его имени. Это страшные люди. Они ни перед чем не остановятся. Я боюсь, что теперь они убьют меня и дочерей так же, как убили его», заявила она. Людмила рассказала, что у Путина был сложный период, и он стал еще более замкнутым. А за месяц до смерти, ночью, без предупреждений, вывез дочерей, и она даже не знала куда. А потом он совсем пропал. «Ночью к нам домой приехали какие-то люди. Кого-то из них я знала, кого-то видела впервые. Перерыли все вверх дном, пересмотрели все бумаги, все стены в доме простучали. Мне они сказали только одно. Если хочешь жить, молчи». На все вопросы о муже коротко отвечали, что он скоро придет, что у него важное выездное совещание, и что в интересах национальной безопасности мне не стоит это ни с кем обсуждать, говорит экс-жена президента РФ. А через несколько дней, по ее словам, появился первый дублер Путина. «Потом я уже узнала, что убийство Владимира готовилось заранее. Его устранили тогда, когда первый двойник был практически готов занять его место. Внешне он, конечно, был очень похож на Путина. Я была поражена. Но это был совершенно другой человек». Людмила утверждает, что угрожая смертью, ее заставили играть роль преданной жены. «У меня не было выбора. Я и прежде старалась избегать публичных мероприятий. Въедливое внимание журналистов, интриги и сплетни – все это мне претит. Но притворяться женой чужого мне человека было еще страшнее. Поэтому они готовили двойника и для меня, чтобы когда я говорила что-то не так, как запланировано по сценарию, заглаживать конфузы. Если бы они успели довести моего двойника до более-менее удачного сходства, меня бы давно убили», рассказала Людмила Путина. «Она добавила, что чудом смогла спастись и сейчас счастливо живет за рубежом. По понятным причинам я не могу назвать людей, которые помогли нам прекратить эту страшную инсценировку и скрыться. Развод был моим избавлением. Сейчас я живу за рубежом, у меня все хорошо, но мне страшно смотреть, что происходит с Россией», призналась экс-жена президента РФ. Также в интернете можно встретить упоминания о том, что якобы Путин умер от рака позвоночника. Точно не помню, кажется, в 2004 году. У него диагностировали такое заболевание, отправили на обследование в Германию, где врачи подтвердили этот диагноз. И что вроде как после этой болезни товарищ Путин умер, а вместо него появился двойник. И некоторые источники, в том числе на Ютубе, утверждают, что он не узнавал своих прежних знакомых. Некоторые ссылки я привожу в описании к этому ролику, остальные достаточно просто пробить в Ютубе. Двойники Путина, и вам выйдет достаточное количество роликов с различными интересными доказательствами. Не хотелось бы раздувать этот ролик до больших размеров. У меня возникает всего несколько вопросов. И ища на них ответы, версия с двойниками уже не кажется такой бредовой. Почему Путин развелся с женой? И почему скрывает его семью? Ну, про развод с женой мы сейчас только что говорили. Это было выгодно. С точки зрения заявлений той статьи, выгодно было Людмиле Путиной, чтобы избавить себя от кабалы. Но почему, в принципе, скрывают его семью? Не показывают. Все знаменитые президенты показывают всегда своих жен, детей. А вот Путин почему-то нет. Может быть, потому что это не он? Так же известен инцидент с его собакой. Почему его не признала собственная собака? Это довольно известный инцидент, где собака не признала в нем своего хозяина. Но еще любопытный момент. Почему он выглядит так молодо в свои 66 лет? Мы чуть позже еще к этому вернемся, когда будем разбирать фотографии. И получается, что он выглядит гораздо моложе, чем выглядел раньше. А это весьма странно. Как у него уменьшился нос без операции, если нос за годами может только увеличиваться? Вот каким образом у него изменился рост, и он стал заметно выше? Ну вот что касательно голоса. Если, конечно, внимательно смотреть, то у разных Путинов, так скажем, у разных версий, которых мы видим на экране, голос действительно разный. Есть даже версии, что от одного из них голос наиболее похожий. И по тембру, и по всему, и внешне он наиболее похожий. Но вот про голос все-таки, мне кажется, это не самое такое железобетонное доказательство, потому что даже чисто про свой голос могу сказать. Разные микрофоны, разная акустика помещения, это уже накладывает свой отпечаток, и голос может быть очень сильно другим. Также возможна обработка в микшере, грубо говоря, звуковая панель, где звукорежиссер сидит. Возрастные изменения голоса. Ну, то есть, это, конечно, критерий, но, наверное, не самый. Для тех, кто хочет провести собственное исследование этого вопроса, вот здесь человек постарался и собрал за многие года, по-моему, там до 2015-го, что ли, года, как менялся Путин на парадах Великой Победы 9 мая. Здесь мы можем посмотреть выступление товарища Путина, причем практически с одного и того же угла за каждый год, и увидеть, насколько менялось его лицо. Вот, например, видите, 2005 год, и здесь, да, 2001. Ну, и можете здесь сами все проследить, тоже посмотреть, ссылочка есть в описании. Также можно сравнить Путина по профилю. Очень любопытно, каким образом. От поездки в Аллаама до встречи с Патриархом у него кардинально изменился профиль. Я, конечно, не пластический хирург, но мне кажется, даже с точки зрения серьезной пластической операции такого добиться крайне сложно. А не пропадая с тела экранов, это вообще невозможно. Также вы можете найти во многих роликах, о том, что Путину в микрофон диктуют, что говорить на прямой линии с президентом. Вкладывают деньги за рубежом. Я бы так однозначно не говорил, что все это плохо. Вкладывают деньги за рубежом. 10 тысяч рублей должны быть выплачены всем пострадавшим. Второе. Миллион рублей должен быть выплачен семьям погибших. Третье. 100 тысяч рублей должно быть выплачено тем, кто полностью утратил свое имущество. Наших стран-партнеров. Ничего не красть, как... Наших стран-партнеров. Ничего не красть, ничего не красть, И некоторые утверждают, что это на самом деле не Путин, это двойник, и, дескать, он просто не знает даже, что говорить, поэтому ему суфлеры говорят, что нужно отвечать людям. Но это еще ладно. Тут может работать целая команда, помогать и так далее. А вот про то, как Путин забыл немецкий язык, это, мне кажется, весьма весомый аргумент. Очень много роликов на ютюбе есть, где Путин в начале 2000-х говорит очень свободно на немецком языке. Как мы помним из его биографии, он пять лет прожил в Германии и служил там в КГБ. Причем он говорил настолько хорошо, что он был способен использовать сложные речевые обороты. А уже чуть погодя, он говорит либо совершенно недопустимыми ошибками, либо вообще на уровне пятиклассника. Судите сами. Но, в зависимости от объективных проблем, и в моем случае, в самом деле, и, ehrlich говоря, из собственной уменьшительности, слегка у нас все равно это сильное, живое сердце Руссии. Здесь, в Руссии, это Фремль, и это Кунинг. я для вас подготовил две статьи вот статья антона благина очень длинная здесь очень много текста почитаете посмотрите фотографии здесь мало фотографии мы в другой статье посмотрим здесь рассказывается про так называемого двойника путина удмурта и другие его версии молодой и так далее и автор приводит свои версии свои доводы ссылается на различные источники что да как даже про волновую генетику и про евреев потому что очень многие тоже утверждают что путин еврей но судя кстати по ушам да у него мочек ушей нету а уж и так слипаются с головой а это типичная еврейская черта а мы давайте с вами посмотрим именно вот эти фотографии вот если мы просто смотрим с экранов телевизора нам кажется что ну будет это и был путин но когда нам показывают две фотографии в 98 год и 2016 согласитесь очень сильно отличаются достаточно эти люди и здесь особо зоркие люди вот нашли очень много различных фотографий некоторые даже видят здесь у товарища путина рога сами здесь можете все тоже почитать здесь есть достаточное количество текста если мы обратим внимание то в различные года у путина то будут губки бантиком то будут плоские то опять бантиком то есть меняется будет меняться расстояние подбородка от подбородка до нижней губы форма ушей посадка глаз а это без хирургической операции невозможно я уж не говорю о том что нос уменьшаться с годами не состоянии про это даже говорят специалисты пластической хирургии но здесь мы видим как сразу играет несколько дублеров один человек здесь уже видимо так называемый путин удмурт который получил такое прозвище и здесь другой человек а это все один месяц а вот здесь и хорошее исследование лица товарища путина о том как менялись его основные черты лица различные морщины например вот это мешок под глазами вот этот он сам по себе исчезнуть не мог а раньше мы как помним у него всегда было достаточно такое уставшие уже лицо а потом почему-то у него все это стало исчезать вот например фотографии видите размеры вот профиль здесь и профиль здесь это совершенно разные люди ухо здесь и ухо здесь и ширина и высота здесь все разное эти люди конечно очень и очень похожи но это все такие разные люди вот интересно путин начала нулевых путин из википедии путин из ролика начала нулевых путин сайта кремля согласитесь это совершенно разные люди вот это и вот это и вот это но вот здесь прям очень сильно бросается в глаза это вот путин как раз из нулевых а это путин который получил прозвище Удмурт. Ну согласитесь, это очень сильно разные люди, но когда нам показывают только вот такого товарища, то мы сразу скажем, что это Путин, потому что нам нечем сравнить. Вот как раз здесь тот самый двойник Путина, которого называют Удмурт, потому что глаза как у Удмурта, ну и профиль черепа очень интересный здесь, согласитесь. Путина более ровный. Здесь вот есть хорошая фотография, где сравниваются уши Путина в разные его эпохи, но согласитесь, настолько уши меняться не могут. Посмотрите на том же ютюбе мнение специалистов по этому поводу. Без специальной пластики это невозможно. После 2004 года внешность Путина разительно изменилась. Пластические операции и ботокс не могут быть причиной изменения формы глаз, мочек ушей, черепа. Путин, свободно владевший немецким, вдруг перестал на нем говорить, стал пользоваться переводчиками. Общественность насчитала шесть двойников, их очевидно больше. Психическая обработка населения по телевизору, гипноз, позволяет делать подмену незаметной. Вот такое утверждение здесь приводит автор статьи. Вот смотрите, здесь автор подобрал много фотографий товарища Путина, который точно товарищ Путин от детства до взрослой жизни, тут ему уже больше 40 лет. А вот здесь лица которых, по мнению автора, выдают за товарища Путина. Кто же эти люди? Смотрите, они даже между собой слишком сильно отличаются. И действительно, иной раз смотришь выступления товарища президента, вспоминаешь, как раньше или давно не смотрел, и думаешь, блин, а вроде он ростом раньше был меньше, сейчас что-то стал больше, а вроде лицо было другой формы. Ну и как-то привыкаешь. А когда смотришь наглядно фотографии, то становится очевидно, что с этим что-то не то. И здесь вот целый перечень. То есть оригинальный Путин, Говорон, Удмурт, Кучма, Дипломат, Банкетный и Синяк. Ну вот такие прозвища мы тут дали, можете сами почитать, в каких годах их можно было наблюдать. Вот здесь, например, показана разная высота подбородка, разной мочки ушей и линии морщин на лбу, которые за годами никогда не меняются. Это вам подтвердит любой специалист по пластической хирургии. Вы здесь сами все видите. Вот интересная фотография. Слева, 98-й год, Путину 46 лет. Справа, 2011 год. Вопрос, сколько лет товарищу справа? Видно, что на фотографии слева Путин выглядит даже старше. Но это 98-й год, а здесь 13 лет спустя. Обычно люди как-то немножко становятся старше. Вам так не кажется? Анализируя полученную информацию, можно прийти к выводу, что Путин это не человек, а целая группа лиц, так как некоторые даже называют ООО Путин. Причем закулисная команда всем рулит, а на публике, как и витрину, показывают двойника. И по всей видимости их меняют периодически, возможно в зависимости от направления политики или по иным причинам. Но также нельзя исключать, что это все вместе с современной политикой РФ многоходовочка КГБ. И что все должностные лица просто двойные агенты. Вовсе не обязательно, что это враги народа. Хотя никакой из версий пока исключать нельзя. Пока мы не знаем, что именно творится с внешностью президента Путина. Подменили его или нет, жив он или мертв, или просто он каким-то магическим и недоступным образом меняется и омолаживает свою внешность. Я просто озвучил вам разные версии. Мнение специалистов, но выводы делайте сами. Если эта тема вас заботит, вы хотите разобраться в этом вопросе, вам важно знать кто наш президент, кто гарант конституции, то поделитесь этим видео с друзьями. Пишите комментарии под этим видео на ютюбе. И лучше не один раз, а много. Дискутируйте в комментах с другими участниками. Это позволит продвинуть видео в топ, распространить информацию и тогда вероятность, что мы узнаем истинное положение дел, значительно возрастет. К тому же перед выборами пошуметь это даже правильно, а тут глядишь и СМИ подхватят. Тогда наши шансы хотя бы на официальный ответ президента значительно возрастет. Прояви свою активную гражданскую позицию, распространяй информацию. Не забывайте, что от вас зависит будущее нашей страны. Ходить на выборы или нет это ваше личное право. Да еще не факт, что ваш голос будет учтен. А тут, на этой платформе, голос каждого будет услышан и даст движение информации в массы. Ваш голос это лайк, дизлайк или коммент. Для вас это не сложно и возможно всю информацию из видео вы уже где-то слышали, но миллионы людей видят это впервые. Мы не знаем, кто такой товарищ Путин и один ли это человек. Но изучать этот вопрос, требовать ответа властей мы вправе. Поэтому пишите столько комментов, сколько сможете, общайтесь с другими комментаторами. Можете даже написать, что автор дебил или параноик. Вы имеете право на любое мнение и вы можете не соглашаться с тем, что изложено в видео. Главное действуйте. А на сегодня это все. Жду вас в комментариях. Пока.